Казань Казань На мой взгляд, это будет такая комбинированная застройка Обязательно там должна появиться общественная функция Это развитая набережная Это будет, я думаю, разный тип жилья Это гостиницы, это многоквартирные жилые дома Это дома типа апартаментов И, собственно, город получит уникальную для Казани такую среду Где, я надеюсь, она будет пешеходной исключительно выходящей на набережную С выходом в рестораны, в магазины Какие-то особенные функции, которые могут располагаться рядом с водой Казань на сегодняшний день такой территории не имеет К разработке проекта привлечены ведущие архитекторы В их числе Александр Цемайл и Николай Лишенко Которые признаны архитекторами 2022 года по версии Арх Москвы Специалисты обещают сохранить идентичность речного порта И национальный колорит города Для того, чтобы абсолютно каждому было понятно Это Казань, а не Амстердам, Лондон, Москва и Санкт-Петербург Мэр столицы Татарстана отметил, что это первая практика в таком большом масштабном строительстве Эксперты подробно изучали мировой опыт и сделали вывод, что каждый квартал Улицы Портовой будут разрабатывать разные архитекторы Чтобы была представлена вся палитра в творческом мысли Сама тенденция, что так или иначе архитекторы с международным именем участвуют в проектах даже Конечно, Казань это дает некий свой толчок к развитию Если же подобные объекты появятся, то это уже становится неким импульсом для привлечения интереса к городу Что касается того, что разные архитекторы будут застраивать несколько кварталов Это, на мой взгляд, очень позитивно Среда будет интересная, она будет сложная И, собственно, будет так или иначе напоминать среду исторического города Где масштабность, она более приближена к человеку И детализация осадов Вот, так что я считаю, это, в общем-то, плюс Главное, чтобы это все реализовалось Что касается транспортной развязки, то тут все просто К речпорту будут ходить автобусы, трамваи и даже метро В верхней и нижней части территории в будущем должны появиться две станции подземного транспорта Также будут организованы два транспортно-пересадочных узла Так как прогулочные зоны и набережные будут доступны для всех горожан А не только для жильцов новых ЖК То мастер-план включает в себя строительство и нескольких больших паркингов Все будет заселяться и будет необходимость транспортного обслуживания данных территорий То есть, соответственно, нужно будет также оптимизировать маршрутную сеть городского транспорта В принципе, сейчас в городе данная работа как раз-таки ведется По генеральному плану там планируется связать два берега вот этих мостом То есть, это тоже инженерное сооружение И, соответственно, по нему может даже запустить какой-то туристический, может быть, даже экологически чистый маршрут Это электробусы сейчас модные, да? История, безусловно, дорогая и долгая Реализация проекта требует крупных финансовых вложений и продолжительной усердной работы Однако, по мнению экспертов, это того стоит Карина Саяхова, Никита Киншин, Универньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова